Зима в нашем городе дала о себе знать с самого утра, но на настроение гостей и жителей сильные паровые ветра никак не отразились. Казалось бы, обычная продажа продуктов питания, но только со скидкой шла бойка. Наверняка многим известно о задорной стихотворении о том, что можно жить без алкоголя и табака, но нельзя прожить без молока. Литр сырого молока продавали сегодня по 150 тенге за литр. Представители сельских округов и ТОО предложили широкий ассортимент своей продукции на коммунальных рынках Табыс и в 5-м микрорайоне. Так что употребителям представилась возможность выбрать наиболее вкусный и подходящий для них продукт по сниженным ценам. С стабилизационного фонда продается продукция по сниженным ценам на 15-20% ниже рынка. Это пятна именований – картофель, лук, свекла, капуста, морковь. Также продается мясо, крестьянское хозяйство, бахат и аллиар, а также рынка Табыс, а также по сниженным ценам. Помимо данных видов продукции реализуется кисломолочная продукция, продукция тепличных хозяйств города, растительное масло и бакалейная продукция. По каким ценам продается? Картофель по 55, лук по 40, капуста по 40, свекла по 65 тенге продается. Особенно аксюминцев радовали цены на мясо. За килограмм говядины продавцы просили 750 тенге. Всего 7 районов области привезли на продажу 21 тонну мяса – баранину, конину и говядину. Продавали со скидкой и овощи, фрукты. По сниженным ценам продавалось и масло подсолнечное – 240 тенге за литр. Причем скидки до 10% на некоторые виды продуктов касались только крупных супермаркетов и коммунальных рынков. Представители власти говорят, что подобные акции проводятся в нашем городе далеко не в первый раз и стали уже традиционными. Но горожане сегодня не скупились на высказывание слов благодарности. Цены, конечно, приемлемы. Сильная разница с розничными на рынках. Я так слышал, что это подарок от первого президента. Сегодня, кстати, его праздник. Я поздравляю сердечно этого человека. Я его очень уважаю. Конечно, нас устраивает, как в прошлом году до 200 доходила картошка. А сейчас ничего. Нормально, жить можно. Хлепольный. Так что мы довольные. Почаще бы вот такие нам устраивали праздники. Всего были рады. А некоторые даже говорили, что сегодня обязательно сварят бешбармак в честь Нурсултана Назарбаева. В честь лидера бешбармак обязательно сварим. Для ЗАЦА Киева Алексей Уразов. Программа «Факт». Спасибо. Спасибо.